Дальняк Ну что, всем привет! Начинаем очередное путешествие Дальняк Заходить до соснов Не знаю, слышно будет, не слышно Как обычно, наш обоз Дастер Рецепт, квадрик Вот План на сегодняшний день Доехать до Варзуге 350 км по навигатору Там оставим машину Переночуем Пустим квадрик Утром завтра Договорился переправить через реку Варзугу паром Кузамини Вот Утром с 8 до 9 Надо быть в Кузамине Чтобы меня перевезли Дальше по малой воде до Чаванге Вот В Чаванге В воскресенье Послезавтра Пойдет машина Я взял до Пиалицы Вот попутчики Мне А в Пиалицу Сосновки пойдет вездеход МТЛБ И вот как бы там меня тоже Или подстрахуют Или на броню возьмут Как получится В общем План на сегодня До Брата до Варзуг Время уже 4 часа дня Пока собирался Пока заправлялся Вот Выезжаем потихонечку Вот Привязал тут канистры И ГКшная канистра У меня стала течь По пробке Два раза снимал уже Ее нельзя затягивать сильно Иначе она текет Там резинка вообще дохлая Блин как бы Меня эта тема Навтораживает Вот Так оно все выглядит Продолжаем Ну что Скоро Варзуга Не скоро Но 64 километра осталось Началась грунтовка Затыпанная Щепня Скорость передвижения моя Упала Километров 50-60 всего я И только Каждый летит Блин Щепенка закончилась Начинать Красная пыль Скорость моя увеличилась До 80 километров В плане примерно Собород Старая пыль Варзу Ну что Доехали до Варзуга Вот Спасибо привестили меня в огород не загнали вот в общем-то дорога прикольно ехал все так гремит все гремит остановился попинал все нормально дальше опять гремит короче оказалось что на прицепе открутилась запаска и бренчала надышли вот и все порвался строп задний вырацикл отъезжался так в принципе без проблем доехал разделка расположился переночую завтра утром подъем время 23 часа подъем по 7 до 9 надо быть в кузовине не в кузовине а все дальше на в устье в Оржуге на переправе 8 до 9 на переправе все до завтра ну что всем привет начало нового дня перенесло в принципе хорошо но утро что-то нас встречает дождиком покрошу барабанец сейчас уже примерно как у него не хватит одеваться доставать плащ упаковываться так что если будет и дождь то съемки наверно пока не буду делать чтобы камера не намокла ну что и махнул я первые километры значит дождик такой то есть то нет то есть то нет что-то все затянуло ну короче доехал я вот до замен пусков песков только въезжая вот такие барханы вот прям такие настоящие связь бывшая вот мурдяк у меня сколько раз блин отваливался пока все это тяжело даже ногами забирать квадрику тоже кстати тяжело по песку поэтому бежать хотя он еще не сухой как бы поеду я вот туда вот кузами и еще дальше туда к устью варзуге вот где-то там варзуга вот мой пепелат ладно долго тут рассказывать не буду но в общем то вот такая вот пустыня полетел дальше такие вот барханы блин вообще класс у барханов такой песочек более-менее твердый по нему можно хотя бы шпарить вот я хожу более-менее блин там же самой пустыни песок мягкий вот по колее вообще не разогнаться квадру тяжело вот я полетел дальше вот такие вот просторы у нас кузаминские вот она сама кузами там река варзуга домики уже с той стороны варзуги кузами науки вот а я сейчас выехал на аэродром прям посреди пустыни вот тумба стоит остатки было роскоши вот там еще тумба тинь 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 раньше ан-2 сюда летал садился вот такому этому песочку мягко ему наверно было вот куча машин отдыхающих уазики маленькие палатки побольше там там везде вот но ехать довольно таки тяжеловато но не то что тяжеловато квадрику тяжеловато все равно песок такого наката нет как по обычной дороге вот но зато мягко вроде ничего не потерял ладно продолжаем еще вот и докатил я до устья варзуги вот она варзуга здесь она соединяется с морем вот здесь еще как варзуга стоят я помню челленджи куда-нибудь ездят там вот поселок вот сколько мусора тут по морю носит вот вот паромчик на котором я буду переезжать позвонил сейчас юре вот тут какие-то мальки играют прямо вон видно целый кучей курги только идут по это самое по воде баркаши старые затоплены ну вода только стала уходить вот видно докуда было воды вот следы вот только только вода стала уходить вот тут еще баркас такой вот затоплен довольно таки здоровый он баркаса течения есть а вот там уже все море белое как все так оно примерно выглядит ветра практически нет дождик вроде тоже обошелся вот сейчас поеду на ту сторону и дальше переправляется через варзуга ну что переправился я варзуга вот в той стороне варзуга отъехал километров наверно 15 оттуда вот ну примерно так поэтах по краешку где-то там дорога и подальше вот ехать нормально вот сегодня еще не завтракал поэтому надо кашку говорить будем завтракать так море только что не черная дождик накрапывает где-то в море там громыхает ну там вроде какие-то просветы впереди мы будем надеяться что все это прекратится вот пока все идет нормально ну в реках говорят очень много воды стрельну переезжал зил зилу пока под было 131 так что не знаете как посмотрим может быть обратно вернусь что покушал я у меня штаники гнили я в них проехал 30 километров и они меня все просто развалились по хлам вот не сделал сложок такой на память ветер бы не улетит конечно это все дождик вроде бы закончился но все равно кименит солнышко проглядывает наверно надо одевать бродники пока все поеду дальше вот мягкий песок дыбучий стира себе водой прописан я такого и не видал стригай себе как глубоко такой как это тепло-воздушный ладно прям дальше до чаванги 36 километров что ли навигатор говорит вот такие вот каменники здесь песок-песок а потом оп-скала приходит дождик так и капает комары вот по таким вот валунам истребусь вверх потихоньку ну-ка-то же здесь едет и выходят это лея еще не лучше здесь мосмовой вообще луны погода вроде немножечко получше каменники продолжаются но более-менее чайки орут что ты орешь нет уже давно пора уже 1 день в общем нашел я вот такого вот по дороге были довольно таки большая была посудина поближе посудина видать здесь давно как бы успокоиться итак уже льдом штормами расхерачила ее даже и резать не надо а не просто забарка вот тут какие-то мальчики от нее железо короче до хрена но ее конкретно вот все расхерачила формами льдами вот он ее как-то смело но это надо полюбаться льдом здоровая посудина белое море вот по этой посудине я лазил в половине вернее а вот нос наверно от нее тоже ее все разбубинило но она была реально приличного масштаба это наверное баржа скорее всего потому что она тупоносая вот такая вот доехал вот до Черемисельска Тони что ли или может быть Акетрино не знаю что это навигатор не включал а тут вот такой красивый мост чай сейчас я пойду воды наберу сейчас скажу сколько от Варжуги 65 40 километров от Варжуги отъехал от Устья от поселка 65 уже кстати почти бак венди нас ел так что пошел набирать воду вот так выглядит так все снизу набрал воды но после дождей вода какая-то ну не совсем надо кипятить теплевая это у меня есть вода а это так на чай на кашу ну что вот я и догнал до Чаванги вот оттуда я приехал это их аэропорт гром где-то в море так и гремит вот 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 поделок ветряки крутятся там кладбище видать я здесь впервые заправил десятку загорелось уже что красное заправил десятку почти полный бат то есть проехал где-то 70 километров сначала старта вот речка шумит ну поеду вниз маленько проехал а тут речка чаванга поселок на той стороне я и знать не знал ну вот нашел мостик по нему вроде как на квадриках ездят сейчас буду переезжать не знаю как бы у него пробовать все это заснять одной рукой попробую это камеру держать одной проехать так барахло все здесь вот он мостик поехали ну хорошенько так ладно Продолжение следует...